БЕЛАЯ НЕВЕСТА Вот и не роптали, служба есть служба. В армейских условиях ни в бога, ни в черта, ни в барабашку особо не верилось. Не до этого было. Я не являлся исключением. Так было до поры до времени. БЕЛАЯ НЕВЕСТА В составе нашего небольшого отряда было 12 человек. 9 караульных, один ротный начальник караула и двое разводящих. Сержантский состав. Они разводили нас по постам. Август 2006 года выдался на редкость мерзкий. В воздухе витала неприкрытая осень. Казалось, погода уже сдавалась под натиском холодов и дождей. Солнечные дни уже считались роскошью. Когда мы прибыли на базу, гнетущая атмосфера вкупы с дождливой погодой заставила нас поежиться. С трех сторон склад окружал густой лиственный лес, с четвертой старое, но еще действующее кладбище, на котором хоронили жителей близлежащей деревеньки в 30 дворов. По ГОСТ от базы отделяла широкая грунтовая дорога. Казалось бы, всего 17 километров от города и такая богом забытая глушь. Идеальное место для расположения склада боеприпасов. Ни за что не найдешь. Сразу мы отправились в караульное помещение, под крепицей для распределения по постам. Караул нести нам предстояло на трех вышках, разбросанных по периметру объекта. Высота каждой метра по 4, может 5. Решили таким образом. Дежурим на вышке по одному человеку по 2 часа. Таким образом, перерыв между дежурствами составлял 4 часа. После раздачи часов мне достался самый нелюбимый мной период. С двух ночи до четырех утра. Своё недовольство я выразил лишь тяжелым вздохом. А куда одеваться? До назначенного времени я дремал в караулке. Два часа я сменил на посту Игоря, отправив его отдыхать. И напряженно стал прислушиваться и вглядываться в темноту, пытаясь заметить что-либо подозрительное. Как назло, прилегающая территория освещалась плохо. Тьму холодной ночи немного разгонял только один единственный фонарь на крыше караулки. Его свет бледно-желтой дорожкой убегал куда-то в сторону кладбища. Поэтому на слух приходилось надеяться все же больше, нежели на зрение. Ночка выдалась отменная. В кронах деревьев отчаянно свистел ветер, отчего казалось, будто деревья о чем-то шепчутся между собой. Накрапывал пакостно мелкий дождик, обжигающий кожу тысячами маленьких жал. Липкий воздух норовил забраться за пазуху. По земле клубился грязно-молочный туман. Казалось, будто он дышит и сокращается, как невидимые мускулы. Аналогия с дешевым фильмом ужасов заставила меня вздрогнуть, и я переменил положение, вытянув затекшие ноги. Таким образом прошло где-то минут сорок. И тут я начал клевать носом. Вот почему я не любил этот коварный промежуток времени. Возникало безудержное желание спать. Внезапно сильный порыв ветра качнул вышку, и я резко открыл глаза. Поняв, что уснул на боевом посту, стыдился и взглянул на наручные часы. Они показывали без пяти три. Прикинул в уме, что отключился минут на десять-пятнадцать. Что ж, надо реабилитироваться, спуститься на землю и пройти по периметру территории. С этой мыслью глянул вниз и замер. На дорожке, отделяющей базу от кладбища, стояла фигура в белом. Если быть точнее, это была девушка в свадебном платье. Она стояла спиной ко мне и лицом к кладбищу. Первая мысль была, что здесь такой час делает невеста. Но присмотревшись внимательнее, я перестал об этом думать. Вернее, мыслей не стало вообще. Она стояла не на земле, а как бы парила над ней. От ее платья исходило голубоватое свечение. Внизу редкими клочками стелился туман. Весь ее вид говорил о том, что она вглядывала с теми ночи, будто ждала кого-то. Воздух вокруг моментально стал тяжелым. Казалось, будто его можно было потрогать. Ветер умолк и стал оглушительно тихо. «Господи, дай сил не закричать!» Сжав автомат, я рывками отполз от края и вжался в противоположную стену. Только бы не заметила. Но из моего укрытия все же явно виднелся белый силуэт. И тут случилось кое-что похуже. Она медленно стала оборачиваться. Я сидел, словно парализованный и с тихим ужасом следил за этим действом. Развернувшись, она посмотрела прямо на меня. Она знала, что я был там. У нее не было лица. Вместо него зияла пронзительная тьма. Я до боли стиснул челюсти, чтобы не заорать. «Боже, боже, боже!» Я забыл, что не верил в него. В этот момент я мечтал только об одном. Чтобы этой призрачной невесте не захотелось подойти ближе. Не знаю, сколько времени прошло. Миг, час, жизнь. Помню только, что она так же медленно развернулась и поплыла в сторону кладбища, потихоньку растворяясь в воздухе, пока не исчезла совсем. Сменщик нашел меня, сидящего с выпученными глазами в углу вышки. Мой рот беззвучно открывался и закрывался. Он даже не мог забрать у меня автомат. Скрюченные пальцы не желали разжиматься. Милое, наверное, было зрелище. После я наводил справки в этой деревне про это видение. Не знаю, как назвать то, что я видел. Но все как один молчали и ничего не говорили. Только угрюмо косились на меня. Только одна бабуля охотно рассказала старую историю о том, как много лет назад невесту в день свадьбы бросил жених, сбежав с другой девицей. Не выдержав горе и позора, бедняжка в этот же день утопилась в местной речушке. С тех пор и видели местные жители ночной порою белый силуэт у кладбища, который якобы вглядывается в темноту. Нет покоя ее душе, закончила бабка горе с ножа в губы. Ищет она его. В каждого вглядывается, пытаясь найти. Да никак все не найдет. Может поэтому не подошла ко мне, что не признала. Не знаю. Но как бы там ни было, этому обстоятельству я очень рад. Урал вообще аномальная зона. Неспокойно там. Много было случаев. Лесной Владыка Леший В правдивости истории не стоит сомневаться. Рассказана она старыми и уважаемыми всеми людьми. А люди эти весьма серьезные. И врать заради баловства и шутки не станут. Рассказывали сами участники данной истории, кое с самого начала того происшествия было трое. Так вот, рассказ этой истории я попробую изложить вам досконально, не перепутав ничего и не упустив ни малейшей детали. Происходило это в годы послевоенные. В годах этак в 60-х или 70-х. Точно не вспомню. Тогда ведь все были помешаны на коммунизме. А церкви все отреченные. А в предрассудки и суверия доки вовсе не верили. Вот в одной деревеньке в северных районах нашей великой страны трое парней как-то денечком собрались в лес ночевкой на охоту. Но лес-то в северных районах известен всем своими непроходимыми чащами, топкими болотами, да силами темными лесными неизведанными. Парни-то те вроде и лес тот знали наизусть, да и каждую тропочку помнили. А только не помогло им это, сами заплутали и товарища своего потеряли. Вот что случилось тогда я и расскажу. Как собрались они, так и пошли сразу не торопясь. По дороге байки разные друг другу баяли, да анекдоты неприличные шутили. Уже до леса добрались и по лесу находились, только стемнело уже. Но тут уж полянку в темноте не найдешь. Решили они на тропе-то заночевать и разожгли костерок небольшой. Поговорили о разном, да один из них вдруг и вспомнил, как в детстве их бабушки старые лешими да разной нечистью пугали. А ведь и надо-то всего было, чтоб леший-то показался свистнуть ночью во владениях его лесных. Напомню, что никто у нас тогда всерьез и не воспринимал байки-то те. Засвистел тот парень, тихо все, вроде нет никого. Но посмеялись все над предрассудками людей всяких. И вдруг слышат свист такой, какой бывает слышен только в сильную бурю. Весь лес сразу зашумел, листва зашелестело на величавых деревьях. От хохота страшного у парней тех холод по спине пробежал, да и сердце в пятки ушло. Перепугались они, на месте стоят как вкопанные, ни пошевельнуться, ни вздохнуть, только слышат, как сердце в груди бьется. Вдруг видят, несется по тропе той в телеге кто-то огромный, весь в шкурах черных да медведей бурых погоняя хлыстом. Разозлили, видать, хозяина лесного. Двое отскочить успели, а третий тот, что лишака позвал, и не успел. Те, как оклемались, побежали сразу, ног своих не жалея, ружья побросав и вещи все свои. Долго по лесу бродили кругами, но, выбравшись кое-как из чащи, нашли ту тропинку и вышли из лесу. Натерпевшись, страху долго в лес не совались, а все рассказывали, но многие не верили, кроме старожил, что самого лешего видели и свист его слышали. Заговоренное тесто Сегодня я расскажу историю своей бабули-милицы. Она была очень доброй и благообразной старушкой. Глядя на таких, обычно испытываешь чувство умиления. Бабуля-милица пекла вкусные пироги, а вечерами садилась на краешек моей кровати и радовала меня перед сном историями своей долгой жизни. Я, правда, догадываюсь, что забытые моменты она восполняла фантазией. Так вот, жила у них в деревне одна вредная баба. Она была вдовой, и детей у нее не было. Часто случалось, что у жителей в хозяйстве что-то не ладилось. То цыплята мерли, то коровы на выгуле бесились и убегали неизвестно куда. А бывало, что и земля год не родила. И ведь все началось с того, как та тетка овдовела. Как ни странно, но она вовсе не опечалилась потери мужа и не обеднела. Ходила холеная и довольная. Между собой деревенские поговаривали, что это она им досаждает, колдует, мол. Но вслух, конечно, никто такого не говорил. А между тем бабушка милица эту стерву однажды с поличным поймала. Вот как это было. Раз ночью бабуле не спалось, вышла она на улочке постоять, подышать воздухом ночным. Глядит, а в свете луны кто-то копошится на их огороде. Подошла тихонечко, а это та баба. Сидит, приговаривает и закапывает что-то. Бабушка себя не выдала, но на следующий день вся деревня знала, что та тетка ведьма. И вот как-то раз приходит эта колдунья к бабусе моей и просит у нее яиц взаймы. Бабушка насторожилась, но не отказала. Она у меня радушная была очень. Пошла в кладовую и вынесла несколько яичек. Глядь, а то и баба и след простыл. Только дверь открыта. Но бабушка только плечами пожала, дверь закрыла и пошла своими делами заниматься. Деда тогда дома не было, он на заработки в город уехал. Вдруг слышит, вроде как говорит кто-то в доме. Бабушка думала воры, кинулась к печке, взяла ухват, обошла весь дом никого. И тут снова этот голос, глубокий такой клокочущий, а слов не разобрать. Долго она искала, кто это лопочет, да напрасно. Поставила на ухват и пошла к опаре теста месить, что с утра еще кисло. Открывает катку, а оттуда вонища жуткая, будто вне сдох кто-то. И тут бабушка чуть разума не лишилась. Из катки к ней потянулись две мерзкие руки из теста. Тут ей стало дурно и упала она без сознания. А когда очнулась, ничего уже не было. Бабуся быстро смекнула, чьих это рук дело, взяла катку с тестом этим и ночью вывалила его ведьме под порог. А та вскоре слегла, и не прошло года, как приставилась. А с бабушкой больше ничего такого не случалось. Так вот ведьма от своего колдовства и полегла. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok